Пришел гость, значит в дом пришел праздник. Так считают представители башкирского народа. Ни одно пышное застолье у них не обходится без бешбармака. С тюркских языков название блюда переводится как «пять пальцев» и не случайно, ведь по традиции угощение принято есть руками. Приготовление бешбармака – это целый ритуал, рассказывает Фарида Харасова. Мужчины готовят мясо, а женщины – лапшу. Большие мероприятия, у нас собирается очень много людей, по 30-50 лапши катаем шариком. Варят и все в казане, мясо берется, потом идет у нас как шурпа, жир с луком заливается и подается каждому. В Самаре в Доме культуры «Заря» прошел межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023». На сцене 12 творческих коллективов региона показывали свои способности, пели песни, играли на музыкальных инструментах и танцевали. Фестивальные мероприятия – это всегда возможность для коллективов и исполнителей поднять собственный творческий уровень, пообщаться с коллегами. Ведь основная задача фестиваля – это сохранение языка, культуры, традиций народов, которые проживают в нашем городе. Также работала выставка народных достижений. Свои предметы быта, культуры, одежду и сувениры продемонстрировали татары, таджики, казахи, дагестанцы и азербайджанцы. А некоторые – к примеру, казахи и особенности своего жилища. «Это жилище кочевников, которое появилось еще в первом тысячелетии. Юрта – это наша гордость, наше достояние. Она символизирует благополучие в доме, достаток в доме». Задача таких праздников – продемонстрировать богатство культуры разных народов, которые должны ценить и уважать друг друга, и жить в мире. «На выставку люди пришли, наиболее взрослые поколения пришли, которые могут посмотреть на таланты детей, таланты взрослых. Поэтому я очень рада, что сегодня проходит это мероприятие». «Я хочу, чтобы участие в такие фестивали «Дружба народа». Чтобы каждый народ друг друга видели, какой народ какая одежда носит, на каком языке разговаривать. Это очень интересно». Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Самарской области, Администрации города и Дома дружбы народов. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.